холла амигос я рад нет я я счастлив приветствовать вас в очередном видео этой интереснейшей не побоюсь этого слова игры многие из вас подумали сейчас что сарказм с чего бы это действительно прекрасная игра и мне мне нравится практически все ну например например ну например например вот эти бочки посмотрите как хорошо нарисованы эти бочки они почти круглые даже даже не видно что они с уголками то есть причина хрена я сюда пришел а я не отсюда туда по нет мне нравится компьютерный интеллект который позволяет мне все делать самому если их если я хочу чтобы все было сделано хоть как нибудь успешно мне нравится что я не подобрал сука николашников блять не дробовик просто я не понял как их подбирать и это и то есть исключительно моя вина игра бросила мне вызов и я не справился так куда же мне идти я так понимаю что назад мне уже не залезть это очень прискорбно а мне надо тащить сюда вагон но я не могу его тащить на себя я могу туда вот себя его тоже пойдет нормально у меня есть карта но я не могу понять в какой последовательности мне надо тут ходить толкай дальше лобстер сука видно что барри не очень привык работать он всячески отлынивает вообще делать целую комнату с лестницей ради одного ящика в котором лежат патроны ну не знаю я бы не стал так напрягаться блять каждые 10 толчков он обязательно делает передышку чтобы я не знаю наверно он и на бабе такой же монотонный 10 фрикций перекур не а чё нет то надо попробовать классный классный план хорошая тактика а здесь нам здесь и здесь и здесь сука газ блин и сука нереально сложный замок он тройной и сложный после каждого предлагаю ходить и подышать здесь здесь они все еще кашляют или нет я понять не могу нету никакого индикатора насколько у них ну теряется сознание сколько сколько еще воздуха в их легких охуеть господи какой как и какой взлом классный как я улюблю в этой игре я просто в ничок больше готов не делать только взламывать так она сейчас сдохнет мне кажется да с ебал с дороги да с ебал с дороги уже все собственно собственно все ясно и все и вся интрига была немножко обосрана дабы была интрига то я же сразу сказал что чем кончится игра уже давно перемотайте назад посмотрите мои пророчества я вам потом в конце напомню обязательно какой я какой я гений ебаный насос так ну эта хуйня там застряла а это тупик ой патрон для магнум где живи баре живи дыши ты хоть жопой хоть через через блин используя свои трусы в качестве фильтра а вот записку постоять почитать это всегда пожалуйста 2 апреля иногда исследователи относят коробки музыка ты ебнулась что происходит с музыкой вы слышите это эти дьявольские аккорды и вопли иногда исследователи относят коробки в подсобные помещения я случайно заглянул в одну из них в ней вроде 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 в ней был человек вернее то что от него осталось но это безумие серьезно это безумие так ведь не не просто воображение разыгралось такого делать нельзя но в уме все равно возникает мысль теперь постоянно волнуюсь за свою семью воображение взяло верх надо мной мне приспичило узнать что внутри тех коробок проклятия с желаниями надо быть аккуратнее там были трупы людей трупы наших трупы моих товарищей с острова разрубленные на куски исследования ничто иное как гнусное извращенное убийство эти коробки здесь проносили каждый день если каждый раз эта женщина мы ей доверяли думали она нам помогает она нас просто юзает пожалуй я отреагировал слишком остро решил что дам ей шанс объясниться попросил о встрече но просьбу она игнорировала потому сделаю так вытащу из нее правду силой надавлю немного она и расскажет что тут творится я всю жизнь занимаюсь тяжелым трудом она худенькая женщина я с ней справлюсь запросто мне эта идея не нравится но что то надо делать вариантов меня нет кто-то должен взять и сделать что надо я вполне могу сделать это вполне могу сделать я алекс я иду за тобой ты проклянешь тот день когда решила с нами связаться к тебе идут грозные шахтеры которые всю жизнь махали киркой так ну там где этот чупакабра заткнул ход я не пойду я пойду сюда ой блять ну пять выстрелов три попадания это точность примерно 65 процентов так я не пойду сюда потому что здесь нету ни хрена отлично держись баре держись тихо нормально так хорошо а у меня есть взрывная бутылка бутылка ловушка взрывчатая бутылка шикардос сейчас пойду взорву этого блин говноеда пока он там застрял застрямший эй ублюдок фаталити а он вставалити вот он я решил что хорошо бы пострелять мимо застрял я сейчас сдохну здесь все экран уже вообще почернел самое главное что экран почти сразу проходит блять расход патронов нечеловеческий где грыжи то у него еб твою мать заебал чумоход сука вонючий как баре резко запрыгнула эти скилл паркура прокачался уже пока это пекал дети коробки которых я так много слышал магнум 2050 м что это интересно за 2050 м но у меня есть магнум питон давай поменяем местами какая собственно хрен разница намного ли хрен слаще редьки а и он магнум даже с собой то не берет она вот здесь оставляет я не помню стояли ли у меня какие-то улучшения в магнуме по мне все магнум питон остается здесь магнум 2005 года идет дальше хорошо с виду кстати питон даже круче я думаю что она уже где-то недалеко должна быть большому счету снайперские патроны вот это блять прям подарок прям вообще я думаю сейчас мы выйдем на улицу и будем охотиться в лесах то что я не знаю зачем еще мне нужны снайперские патроны висят голубчики коптятся вот уж кого я блять не чаял уж увидеть то но снайпер карьера реализовывается нару в норм а если еще попадать наверно вообще заебись беги беги иди натаха заебал этот блять кишечник кюбан это чё чем меня тут отпиздёхало то хотя чё происходит дайте хоть посмотри как меня убивают либо на натоха не соизволила мне протереть глаза я снова опиздюлился блять тем же самым снова нихуя не вижу но он вроде бы сдох видать его натаха кирпичом приложила блин пока пока я маялся а вот он вот он вода что за блять существо ебаная ой блять я ща нахуй разъебу чё-нибудь я блять пиздец них что кто где чего блять где выход нахуй туда ебалая пошли нахуй пиздец блять пиздец надо на надо и тряпок дать нахуй чтобы она не протирала чё-нибудь о у меня сколько его стало все этом пусть трет так ну и где это говно сука которое меня тут блять чё-то бросило король наху теперь напрягает только что кроме снайперки у меня практически нет патронов никаких что собственно с лихвой компенсируется многоразовым кирпичом натахи очень странная здесь конечно планировка бетонные стены комнаты бетонные а лестницы сука из дерева причем в этом дереве термитов наверно больше чем блять сука во всей африке ну ёптель я чего-то выключил по ходу и теперь теперь задача это пойти назад и понять чё там изменилось блять что все какой геморрой какой геморрой изменилось то что ты тут кто-то ходит О, крыш нашёлся. А, во, кнопка включилась. Отлично. Значит, всё не так страшно. О, пацаны, ёпты, рабочий класс повалил. Пошли нахуй сюда. Натаха, долбай их кирпичом, чё ты стесняешься. Долго я буду крутиться вокруг этой стремянки. Натахе дышать не надо, ей так потянет. Шикарно, наконец-то выход. Мы какой-то самолёт заводим. А, вытяжка включилась. Мощно, мощно. Так, я какую-то запчасть подобрал, по-моему, да? Ёмкость магазина. А, вот он, Кольт, питон нарисовался. Видите, какой? А, это он какой? Видно, что питон намного больше. Огневая мощь 700. У этого 1100. С какого хрена? Один из самых мощных видов оружия под патрон Магнум. Медленная перезарядка и ограниченная возможность индивидуализации. Один слот у него всего. Ну, я не знаю. Наверное, ёмкость надо в штурмовую винтовку ставить. Скорострельность, почему она... Откуда это у меня две скорости? А-а-а! Нельзя устанавливать. Сука, говно. Говно мамонта. Чё, у меня есть урон. Ослабление отдачи, ёмкость магазина. Понятно. А чё нельзя-то? Сюда нельзя. Ха. Куда можно? Сюда, что ли? Очень надо мне, блядь, снайперской перданки. Разработчику вернее чё, куда должен уставляться. Погнали, Натаха. Очень разумно брать ребёнка на разборке с супербоссом, блядь, королевы, королевы зла. Я уже об этом говорил. Поприседаю-ка я пока, а то ноги уже не те, надо подкачаться. Так. Да, параша там знатная течёт. Рекорд локатив. Аксессия. Хе-хе. Наталья, как ты... Я не знаю. Наталья. О, как он её официально. Давай её, блядь, Натальей Ивановой назвать тогда, чё. Маленькая готическая девочка. И сейчас, походу, огорошат каким-нибудь мультиком внезапным, но... Дело было ночью. А, нет, всё. Хрен на, носу-то не мультик. Ну, иди да попробуй её убей. Ты много говорила, молодая женщина. Перри! Можешь, можешь. 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 Вируса. Количество 70 человек. Место промышленная зона. Жители блоков 17-21. Охуеть. А, во, они лежат. Как, сука, тараканы засушенные. Этого так, походу, прям с бабой сняли, судя по позе. Бывает. А тут прям замок, сука. Подземное осветилище ацтеков. Ни хер на этом. Красиво жить не запретишь, блин. Поговори за себя. Я уже был в моих филах. Ключ-эмблема. О, боже, это... Ремастеринговая резьба. Сука, дубль-2. Смотрите, снова ключи какие-то. Так, ну этот поцик помер и уже давно. Жгут. Да, кто тут, кто тут жгёт? Так, ну я посмотрел, время ещё есть тут походить. Как насчёт пойти сюда. Вообще, подземный... 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 Подземный особняк этого, конечно, уже вверх... Как это сказать? Когда жируют сверхмеры, это уже просто перебор. Так зажраться, чтобы уже под землёй замок себе построить. Один патрон для Магнума. Один. Чисто застрелиться. У Барри голова тупая, поэтому если с обычного пистолета застрелиться, может мозг не задеть. А вот если с Магнума, башка отлетит с гарантией. Так, дневник начальника исследовательского комплекса номер один. Оказалось, что разработка вируса ТФОБОС моя счастливая возможность. Остальные исследователи не видели в ней никакой ценности. Вирус, активизирующийся в организме, который испытывает страх. Реакция на... На... Норадреналин. Пользы нет никакой, говорили они. К счастью для меня, Алекс была иного мнения. Прочтя мой отчёт о вирусе, она очень заинтересовалась его уникальными свойствами и поставила меня во главе группы исследователей. Ближе к завершению исследования, она сделала меня ведущим исследователем. Алекс оценил мою гениальность. Работать на неё — это честь. Поганый фашист. Так, это... Ресепшн, походу, да? Ключ эмблема. Конечно. Конечно. Сейчас, блин. Сейчас вы, какой вам этот ключ? Где его брать-то, ёптель? Может, может, вот у этого товарища? Товарищ, у вас как с ключиком? Так, рот открыл, как будто он брал у кого-то. У кого-то, сука, перед смертью. Оп, тупик. Оп, туалет. Картин-то какие. Библейские прям. Ёптвою мать. Это что? Сука, кривоногий. Ты можешь, блядь, ходить нормально, падла. Я ж с джойстика стреляю. Тут жуть как неудобно. Так, так. Да это, походу, след-то не кровавый, а говна какого-то кто-то... Дальняк отломил и ногу тут вытирал. Да, комната мега полезная. Просто супер. В сортире был спирт и больше ни хрена. Последний шанс найти ключ. О, блядь, я так и знал, сука, я так и знал. В голове, что ли? Свободен, ёптво. Но тут-то точно никого быть не может. И патронов тоже. Даже на ту себя нихуя не видит. Говно. На Туськин ты давай это. Напряги зрение, та ёбта. Надо чем-то стрелять-то, ёптво. Ни хрена тут нету. Палька всё ровно. Тут снова ключ-эмблема. Музыка такая ещё. Типа нагнетает, типа нагнетает. На меня нагнетает музыка и угнетают патроны, которых нет. Хуча химикаций. Но я сомневаюсь, что бомба-вонючка мне чем-то поможет. Ага. Посмотрим, как по физике вода попадает. Попадает и мочит его одежду. Кстати, намокла. О, блестедничала. Ну и комната под красным фонарём. Что же тут такое? О, ёптво, отлично. Раз, два, четыре, пять. Отлично. Алекс их создал. Все их. Ты так возмущаешься, как будто намерен на неё в суд подать, я не знаю. Сейчас вот они вылезут и всё. И мне такой толпы уже просто нечем убивать. В рукопашную я их не одолею, естественно. Но они не должны тут вылезать, походу. На обратном пути, наверное. Ёптво. Не знаю, я надеюсь, что я... О, блядь. Нахуй я это сделал. Кто меня знает, блядь. А, вон у меня чего, дохера. Оп. Оп, свободен. Кстати, не дохера, а шесть патронов осталось. Ура. Ура. Карта надземного комплекса. Вирус ура-борос укореняется в органическом веществе. При вредении в труп он создаёт ядро и преобразует органическое вещество вокруг этого ядра, тем самым оживляя труп. Ядро управляет ростом органического вещества. При разрушении ядра процесс оживления превращается. Вирус невероятно быстро размножается. То есть, вот это вот то, что грыжа у них вздувается, это ядро, походу, да? Значит, так. Вирус невероятно быстро размножается в органическом веществе. Если образец выберется за пределы этого объекта, весь острый превратится в колобон. Необходимо стражейшим образом соблюдать меры предосторожности. Ну что ж. Меры предосторожности были соблюдены, сука, недостаточно, походу, что тут везде тотальная жопа. Так, а у меня чё? А у меня нет ни хрена. Да. Ладно, мы в этих верстаках чё-то крафтить можно было. Я бы понял, почему они так часто попадаются. Ага. Карта допуска первого уровня, но это не ключ-эмблема. Ага. Труп исследователя, которого убил испытуемый, отправлен в морг, расположенный в задней части смотрового помещения. Тело было стерилизовано. В смысле, ему яйца отрезали, что ли? Личные вещи, в том числе ключи, а также подверглись стерилизации и хранятся в морге. Вот так. То есть, ну, в каждой игре, которая хотя бы считает себя хоррором, я уже говорил это, не устою повторять, в каждой такой игре должен быть, сука, морг. Уровень с моргом. Это закон. И даже такое дерьмо, как Revelations 2, этот закон соблюдает. А неужели у меня нету на увеличение обоймы в пистолете? Я в космагазинах. А в этом ничего не было? Ничего не было. Хорошо. Девокс-магазинах. А, в принципе, нормально. А мне нужна карта допуска второго уровня, а у меня первого. Какое говно. Сегодня мы начинаем исследование воздействия вируса Ураборос на трупы. Каждый день к нашей двери доставляют множество трупов. Стюарт очень старается обеспечить нас с достаточным количеством материалов для исследования. Мы сразу же ввели вирус в труп. Труп ожил и стал похож на марионетку, при том очень агрессивную. Он нападал на всех, с кем вступал в контакт. Это направление исследования все больше смахивает на разработку биологического оружия. Записка от капитана очевидности, судя по всему. А, ну и теперь все эти демоны оживут, видимо. Но самый прикол, что я не видел там той двери, от которой у меня ключ. Хотя вон голубая точка появилась, и она показывает, что идти я надо явно не сюда. С 15 патронами здесь вообще ходить не хочется. А, слышите, да? Это они обретают свободу. Раш. Раш это наше все. Что-то где-то... Где эти уроды? А, вот там в углу есть, сука, дверь. Блядь, здесь муха летает, твою мать. Я вырежу, пожалуй, этот момент, сука, с левой ходьбой. Здесь главный прикол, не разбивать эти колбы. Так, она стоит под... Блядь, ты заебала меня. Вот, они оттуда сами не вылезут. Это... Такая защита от стрельбы веером от бедра, как я люблю стрелять по этим сраным мухам. Блядь. Блядь. Ты можешь быстрее заряжать свое дерьмо? Ну, последний шанс. Все. Теперь у меня вообще нихуя нет. Вообще ничего. Так, тут пыточная. Тут, видимо, их заставляли бояться. Я думаю, что мутировал бы уже на входе в эту комнату. Но, видимо, у пацанов, которые были здесь, яйца были покрепче, поэтому здесь пришлось... Пустить вход некоторые, видимо, эти прибамбасы. Так, детка, найди-ка мне патронов в этом ящике, а? Съебись! Индикатор был, сука, до последнего желтый. Все равно ни хера не сработало. Ящик патронов Magnum. Это одна из тех вещей, которая вообще нахуй поймешь, что значит ящик патронов. На самом деле, тебе не дают патронов. Патроны? Да, пять патронов к пистолету. Живем, гуляем, ёптась. Там голубая тень какая-то. Натаха её видит. Но за этой голубой тенью мы пойдём уже в следующей части. Не забудьте нажать на рекламку.